Польша давно превратилась в страну, которая говорит больше, чем может сделать, наравне с Украиной. И все из-за того, что Варшава принесла взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Россией в жертву политики, в угоду настроениям коллективного Запада. Мало того, что поляки, как и вся Европа, столкнулись с энергетическим кризисом, ради преодоления которого придется переступить через себя и идти на диалог с Москвой, так еще и хватает внутренних проблем из-за политической принципиальности. В частности, в пагубном положении находятся польские аграрии. Конечно, ситуация методично ухудшалась на протяжении последних семи лет, однако наибольшую остроту фермеры Польши почувствовали именно сейчас. До 2014 года большая часть выращенных в стране яблок шла в Россию, ставшую для местных садоводов лучшим рынком сбыта. В их пользу играло и то, что к плодам не предъявлялось серьезных требований. Однако после того, как Варшава переместилась на антироссийский вектор, поддержав санкции Запада, экономика получила отражающий удар, который прочувствовали на себе аграрии. Сегодня польские фермеры едва сводят концы с концами. Председатель клуба СЭЛ, свентокшеского воеводства Анджей Свайда, пожаловался прессе на слишком маленький доход от промышленных и десертных яблок. За первые поляки получают 30 грошей за килограмм, за вторые — 60-90 грошей. Эти суммы не позволят фермерам окупить затраты на выращивание плодов. Ситуация может измениться только в том случае, если цены будут подняты в полтора раза и, главное, вернется российский рынок. В связи с этим он обратился к руководству страны с просьбой пересмотреть свою губительную для фермерства Польши политику. Маловероятно, что Варшава прогнется под интересы своих граждан, если уж 7 лет предпочитала заглядывать в Рот Западу. Но если это все-таки произойдет, то не раньше конца следующего года, пока в России продолжают действовать ограничения на поставку санкционных продуктов. При этом нет гарантий, что Москва пойдет на уступки полякам, поскольку от последних не исходит никаких подвижек в сторону нормализации отношений. В таком случае Варшава из-за глупых политических амбиций собственноручно выпишет смертный приговор польскому фермерству.